добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 11 октября 2020 года и это видео ответ для зрителя я так понимаю не подписчика нашего канала вот с таким никнеймом мира rovio по никнейму так понимаю что человек живет не в россии и вот такой вопрос даже не вопрос это утверждение вот такой комментарий под моим вчерашним видео на тему выписка из правил российской кинологической федерации ответственность сторон и т.т. сейчас мы прочитаем для начала комментарий а затем я подробненько отвечу на этот комментарий покажу все документы чтобы человек понимал этот комментарий обязательно будет закреплен под вчерашним видео для того чтобы в последующем не тратить мое личное время вот такие ответы каждому в комментариях к сожалению это все занимает очень много времени проще мне сделать один видео ответ так и назвать что ответ на вот вопрос зрителя или там утверждение зрителя как хотите назовите значит что пишет человек зачем давать крупным планам ссылку на законы в которых ничего не понимаете то есть я ничего не понимаю так поняли вы сами читали это постановление вопросительный знак по нему продавец обязан восклицательный знак предоставить ветеринарное свидетельство так далее сейчас секунду это мобильный телефон так запитая не паспорт запитая справку о том что животное здорово запитая да еще кассовые товарные чеки запитая либо заключить договор в письменной форме точка по этому постановлению продавца очень много обязанностей читайте пункт 1 общее положение так что даже не стоит им апеллировать вам же дороже в станет угроза да давайте сейчас дорогие друзья все вместе разберемся и по пунктикам ответим этой грамотной женщине все что с вами вместе сейчас прочитаем вот это постановление которое вчера крупным планом показывала правительство российской федерации от 19 01 98 номер 55 с изменениями от 20 10 98 если набрать именно так в поиске в гугле что мы с вами получаем сначала мы вот я набрала и смотрите мы читать будем вместе с вами дорогие друзья и мы выходим по вот такому запросу в гугле да консультация плюс надежная правовая поддержка террория далее читаем постановление правительства рф 19 номер 55 и редакция смотрите даже более новая редакция 2020 года потому что ну вообще свежак май 2020 мы сейчас сидим в октябре 2020 вот все отредактировано новее уже ничего в россии не существует это о вот нас с вами здесь интересует то что относится к нам это видите постановление правительства продажи отдельных видов товаров то есть это общее положение особенности продажи продовольственных особенности продажи текстильных товаров парфюмерная косметология нас интересует пункт 9 особенности продажи животных и растений нажимая на вот этот пункт 9 мы оказываемся вот на этой страничке смотрите я просто заранее уже все это открыла для того чтобы ну показать вам все это нажимаем на вот эту вот оказываемся здесь и то же самое смотрите самое свежайшее что в нашей стране есть это май 2020 редакция вот этого закона да вот он закон на который я ссылаюсь это конкретно пункт особенности продажи животных и растений введен восстановлением правительства до 98 номер такой то да видите это действительно закон он существует это не мои выдумки давайте читать что тут перечислено тут конечно не все касательно конкретно собак здесь в целом идет про продажу растений и животных поэтому не все имеет отношение конечно к собакам ну начнем 7 8 пунктам нам бы уложиться в наши 30 минут информация о животных и растениях предполагаемых продаж помимо сведений указанных пункте 11 настоящих правил должно содержать и видовое название и видовое название и сведения об особенностях содержания и разведения так мы начнем с наших что мы даем с нашими собачками у нас собака правильно значит для этого у нас что есть с вами дорогие друзья метрика щенка в которой у нас указано что это собака какой она породы и понятно как ее ну вот видите все тут не про конкретно собак тут про всех животных поэтому как содержать собак разумеется мы вам и покажем и расскажем вот наша дайнерис вот наши малыши мы все веселимся и читаем дальше закон то есть метрика щенка у нас есть мы соблюдаем пункт 7 8 продавец также должен предоставить информацию о номере и дате разрешения лицензии на добывание определенных видов диких животных выведенных выданного в установленном законодательства российской федерации порядке в номере и дате разрешения на ввоз территорию российской федерации определенных видов диких животных видите не все к нам относится но тем не менее давайте то что относится то что можно ну скажем так к заводчикам собак отнести вот это называется выданная российской кинологической федерации обратите внимание все с голограммами с датами с подписями с печатями с плавающими заламинированная я тут ничего не могу извините выговорить свидетельство и номер регистрации моего питомника с названием мари мистик моими и фамилии именем отчества и данными адресом и так далее то есть это так скажем если вот в этот закон попытаться перевести это и будет называться моё право на скажем то чем я занимаюсь я занимаюсь разведениями собак я их не привожу из дикой природы потому что тут много про диких животных я не охочусь на моих собак я не охотник поэтому у меня есть регистрация в ркф право заводской приставки марии мистик в документах моим скажем щенкам вот документы на дайнерис везде идет приставочка марии мистик и по-русски и по-английски вот видите и это мое право зарегистрированное в российской кинологической федерации вот далее что еще я обязана сделать как заводчик так номер да так 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 сейчас ребят подождите по пунктам разберемся ох так далее поехали так животные предназначенные для продажи должны содержаться вот пункт 79 вот животные предназначенные для продажи должны содержаться в соответствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в условиях отвечающих санитарно-ветеринарным и зоогигиеническим требованиям содержания животных в редакции постановления правительства терпыр так показываю ежедневно на канале нашего питомника выходит много видео уже на протяжении более шести лет в каких условиях у нас содержатся собачки чем мы их кормим как мы за ними ухаживаем как их моем как им чистим ушки как стрижем когти ежедневно снимаем видео прогулок если щенок привит и прошел карантин и он может гулять на улице показываем пожалуйста как мы гуляем на улице как мы с ними общаемся обращаемся как они общаются с нами с посторонними людьми и видео подтверждение всем нашим действиям ежедневно опубликованы на канале нашего питомника марии мистик в ютубе который на котором сейчас мы с вами находимся то есть пункт 79 мы с вами соблюдаем или вы со мной не согласны я не гуманно обращаюсь с моими животными и не содержу их в зоогигиенических требованиях санитарно-ветеринарных пишите пожалуйста в комментариях так пункт 80 случае если кассовый чек на товар не содержит видовое название и количество животных или растений вместе с товаром покупателю передается товарный чек в котором указывается эти сведения наименование продавца дата продажи и цена и лицом непосредственно осуществляющим продажу товара предоставляется подпись но это скорее всего одно относится к магазинам золу магазинам скажем конечно я могу купить себе кассовый аппарат наверное как-то и зарегистрировать его тоже могу далее покупателю также передаются сведения о номере и дате одного из документов указано в пункте 78 настоящих правил при продаже дикого животного или дикорастущего растения слава богу нас домашние собаки и оформленная в установленном порядке ветеринарное свидетельство в скобочках справка удостоверяющая что животное здорово давайте по пунктам вот это вот разберем значит что у нас тут пункт 78 что у нас пункт 78 информация животных и растениях ну то я уже сказала эта метрика щенка однозначно она передается владельцу щенка при покупке щенка метрику щенка я вам показала на дайнерис у заводчика у клуба через который проходила регистрация этого помета этого щенка остается общепометная карта третий экземпляр уходят в москву три экземпляра это подтверждение что этот помет существует рожден кем зарегистрирована все с печатьми штампами в трех экземплярах от российской кинологической федерации адреса и все вот тут вот есть варианты как проверить эти данные чтобы эта бумажка не являлась липовой то есть это как бы помимо метрики щенка метрика щенка уезжает она сделана специально для владельца однозначно она уезжает она подтверждает и дату рождения и окрас и клеймо и чипы все что касательно конкретно щенка и родители скажем и клички и клейма и все что как зарегистрировано в ркф как должно быть вот он этот пункт 78 это все уезжает вместе со щенком сто процентов к его новому владельцу а у нас в клубе в москве в клубе в санкт-петербурге и у заводчика питомники вот у меня это остается навсегда для отчетности скажем перед клубом экземпляр заводчик этому экземпляр я могу вам его показать с печатями и подписями кинологов клуба который осматривал данный помет далее значит разрешение я вам показала это для собачек я не охотник ведь никого не убиваю но вот поэтому у меня регистрация с номером пожалуйста показываю крупненько свидетельство о регистрации нашего питомника пожалуйста название пожалуйста мои фамилии имя отчество и подписи и пожалуйста даты и российской кинологической федерации то бишь что это такое это как патент на право того что чем я занимаюсь вот так вот скажем разрешение на право того чем я занимаюсь так в случае если кажется вы чек не содержит видовое тарапыра название так далее я либо уже пропустила либо не знаю в случае как бы моей ситуации так как я не являюсь зоомагазином кассовые чеки я не выдаю мы заключаем обычно стандартный договор купли-продажи в котором собственно говоря указаны все вот эти пункты касаемые ну я извините чужого ну наш договор наш от 20 февраля 2020 года санкт-петербург но это чужой человек тут с паспортными данными паспортные данные показывать не буду тут также перечисляется предмет договора кто что какие суммы были уплачены как было это все внесено предоплата или нет то есть это вместо на чека в двух экземплярах с паспортными данными покупателей продавца это вместо кассового чека но здесь есть огромный плюс вот смотрите какой пункт есть в этом договоре при передаче собаки продавцом покупателю ну вот это продавец покупатель конкретно слово собака в результате осмотра отмечено дефектов не выявлено претензий к физическому состоянию щенка покупатель не имеет число подпись до свидания а дальше ваши паспортные данные насчет справки смотрите вот здесь вот покупателю также передаются сведения о номере и дате одного из документов указано в пункте 78 но у нас больше чем один из документов указанных в пункте 78 у нас метрика щенка которая также зарегистрирована еще и в москве общепомиутка так называемая то есть эти данные можно проверить под подлинность вообще вашей метрики щенка которую вы получили со щенком у нас больше документов предоставляется на самом деле чем здесь перечислено при продаже дикого животного или дикого растения ладно собака и оформленное восстановленном порядке ветеринарное свидетельство так для собаки ветеринарным свидетельством международного образца является ветеринарный паспорт объясняю почему и что вы имеете под словом справка справка в скобочках понимаешь ветеринарное свидетельство вот это то что где перечислены все вакцины вот на дайнерис дайнерис также имеет свой ветеринарный паспорт в котором указано кто она что она собака какой на породы когда она родила какого она окраса какой у нее тип шерсти далее будет указано также клеймо чип ля-ля-ля-ля-ля вот как у всех наших собак так сейчас дайнерис мелкая вот тут есть щенки постарше у которых есть уже и чип и так далее что так сейчас минутку сначала давайте про ветпаспорта закончим ветпаспорта могут быть по-разному выглядеть вот у нас санкт-петербурге например государственный ветеринарной клинике выдаются вот такие ветеринарные паспорта очень удобно и в том плане что не надо искать в компьютере в интернете на самой последней страничке вот здесь вот перед обложечкой корочкой адреса всех государственных ветеринарных клиник раньше до прошлого года и ныне до сегодняшнего года вывоз из сан петербурга за пределы санкт-петербурга не по россии а например в европу требуют справку справку на вывоз справка на вывоз дается на основании ветеринарного паспорта международного образца который каждый владелец нашего щенка получается со щеночком после того как щеночек проходит все необходимые ветеринарные процедуры в нашем питомнике о чем мы ежедневно же рассказываем о наших питомцев поэтому и показываем ради бога вакцина на бивак числа когда сделаны печати штампы ветклиник обработки от глистов и так далее дегельминтизация печати даты значит смотрите если собака по возрасту 3 месяца достигла то и чип стоит и номер тату стоит и значит что еще тут против бешенства вакцинация ждем карантинчик обработка от блок шей клещей это паразиты это называется на основании вот этого тут документа может быть выдана справка владельцу щенка для вывоза за пределы россии и например в европу вы показываете вот этот ветеринарный паспорт если собачка прошла карантин флага в руки платите деньги получаете справку ветклиники вы владелец этого щенка получаете эту справку для вывоза я же при продаже этого щенка предоставляю вот это ветеринарное свидетельство щенок привит в срок вовремя чипирован обработан от блок клещей так далее и по россии на сегодняшний день никаких справок не требует но смотрите что у нас есть клёвая страничка в ветпаспорте клиническое обследование животного и на русском и на английском поэтому кто не знает русский читайте я сейчас сделаю такую паузу можно прочитать и на английском если не по ним не знаете русский далее заключение правильно начинается слово со слова заключение дата ветеринарный врач подпись штамп ставится написано животное клинически здорово и может быть транспортировано и это у вас остается в ветеринарном паспорте навсегда точно такие штампы и числа мы ставили только что девчонкам перед отъездом в ачинск версачи перед отъездом в норильск видите это 2020 год дорогие друзья по россии мы разбираем с вами закон правительства российской федерации и я вам показываю вот какой бы ветпаспорт не был в каждом ветпаспорте есть вот это для российской федерации достаточно вот здесь штамп и дату осмотра щенка паспорта бывают разные давайте посмотрим ветпаспорт дайнерис та же самая вакцинации набивак печать штамп дата дайнерис маленькая еще нет у нее чипа только после 25 мы едем ставить чип сейчас я вам найду более подробный вот в этом ветпаспорте у дайнерис та же самая то же самое везде глистогонка дегельминтизация и сейчас дорогие друзья так ну вот на странице 5 этого свидетельства я уже показывала все указано про дайнерис кто она что она собака она не дикое животное как ее зовут какая у нее порода сметка щенка соответствует все штампы и так далее что написано в ветеринарном удостоверении дайнерис здесь написано животное указанное на странице 5 это страница 24 вот такого ветеринарного международного паспорта на собаку и кошку а не на льва не на удава давайте будем смотреть что написано здесь животное указано на странице 5 настоящего паспорта в день выдачи этого удостоверения было мой мной обследовано и у него не было установлено не инфекционных заболеваний не симптомов инфекционного заболевания на протяжении последних ставится там ведь и две пустые клеточки месяцев перед выдачей настоящего ветеринарного паспорта не было сигнализировано ни об одном случае заболевания бешенством не вместе содержание животного не в его окрестностях и радиусе промежутки скольки километров далее все это идет на английском варианте далее идут данные вид врача подпись штамп и далее такая же уже на 25 страничке это на случай если вы дальше хотите куда-то переправлять это животное перепродавать скажем так несколько страничек на каждую дату потому что такая ну что справка что вот такое вот штамп и подпись врача под вот этим она не может быть действительно дольше трех пяти дней мы не можем гарантировать что скажем так вот тут указано прививки сделано все обследовано температуры нет это называется клинический осмотр животного то есть вот это животное в данный момент если имеет температуру если оно не здорово оно не будет весело бегать и играть по комнате она будет лежать температуре болеть у него из глаз из носа будут идти выделения и мы не сможем никаким образом не справку получить не вот в паспорте отметочки поставить вот о чем говорится в этом законе что имеется ввиду про слово справка и ветеринарное удостоверение все понимаете ребята дальше здесь заканчивается можно открыть полный текст и прочитать про лекарственные препараты медицинские препараты продажи товара бытовой техники так земельные участки кодексы и так далее налоги тар 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 вот все дорогие друзья если может быть я что-то не заметила читайте вместе со мной проверяйте правильность прочитанного мной текста может быть я смотрю в книгу вижу фигу и ничего не понимаю о чем говорится вот и собственно говоря я не знаю какие законы я лично не соблюдаю со слов вот этой вот очень грамотной женщины которая так понимаю пишет этот комментарий с таким никнеймом что очень похоже что навряд ли она живет извините хотя сейчас никнеймов можно и кирпичом обозваться тут знаете как бы у кого во что фантазия гуляет но на мой взгляд на для вот этой вот особо умной одаренной женщины которая пытается меня тут законом учить и объяснять мне что я тут читаю сама ничего не понимаю вот так ее зовут как она себе там придумала я не знаю никнейм это псевдоним или ее настоящее имя сейчас фокусируем на мой взгляд я показала все документы и я не знаю где я тут чего не соблюдаю каких законов я не знаю и чего я тут не соблюдаю если вы дорогие друзья увидели какие-то вот в моих документах несоответствие вот этим нашим законам российской федерации то пожалуйста напишите в комментариях будем разбираться вместе ничего скрытого в нашем питомнике не существует ни для кого не для жителей россии не для жителей европы а во вчерашнем видео я именно это вам и говорила возможно другими словами возможно другим текстом все эти бумаги вед паспорта вед справки вот эти все отметки вед справка и вед паспортах вот эти все договора купли продажи но я могу себе купить кассовый аппарат если вы от вам от этого легче станет ради бога это не проблема на самом-то деле хотите буду чеки выбивать сколько вы мне заплатили за щенка сколько я вам сдачи дала будем это останется тогда зоомагазин открывать а не питомник собак ну и бог то с ним может быть когда не будь арендовать помещение дорого не знаю мне немножко такая направленность товарные чеки выдавать ну можно купить аппарат и выдавать товарные чеки вот но сам факт чего это я смеюсь уже извините я как бы к чему что то что я вчера сказала то на самом деле мы сегодня с вами внимательно читали аж 25 минут что мы получаем все эти документы на основании того что мы имеем мы имеем маленького щенка и на момент продажи мы продаем щенка маленького щенка все эти справки и все эти отметки в вид паспортах насчет здоровья этого щенка они касательны клинического осмотра животного и здоровья животного на сегодняшний момент я же вам вчера говорила несколько другой ответственности об ответственности скажем так о наличии разнообразных генетических врожденных заболеваний которые невидимые глазу я ради бога я даже говорила о том что у нас когда был щенок супер гипер мини гипер мини она живет сейчас в финляндии для того чтобы мы были уверены я себя подстраховываю этими документами тут то что это мира пишет она я не знаю чем там думает в своей там где она живет каким местом она думает любой вот этот документ он плюс мне заводчику я себя подстраховываю мы для супер гипер мини сходили сделали узи получили мало того что заключение мы еще диск получили компьютерный на котором было это обследование проведено и все заснято все данные то есть там покажи этот диск любому ветврачу и он тебе скажет тут гидроцефалии нет на руки покупателю мы выдали заключение заключение этого ветеринарного врача что на момент продажи вот этого снимка когда мы его делали у щенка гидроцефалии нет покупатель получил заключение что на сегодняшний день от гидроцефалии щенок здоров а мы себе оставили диск этого обследования как выглядел на этот момент там же все по числам все через компьютер для чего мы это сделали для того чтобы если вдруг в процессе роста и развития как указано в законе который мы вам приводили от ркф уже не купли продажи а ркф ответственность заводчика и продавца если в процессе роста и развития у этого щенка что-то разовьется на момент продажи у меня есть диск ответ врача с видео любому врачу я покажу этот диск сделано будет заключение на момент продажи у щенка этого не было до свидос вот и все чем там думает эта женщина которая пишет этот комментарий все эти справки они дают мне безопасность поймите я их делаю для своего личного защиты своей пятой точки я вам прочитала договор купли-продажи кассовый чек там перечислено сколько вы заплатили сколько вы не заплатили а если вы не заплатили то вы щенка не получили и вы подписались что на момент покупки щенка вы оплатили я подписалась что да я получила от вас полную стоимость мы претензии финансовые друг друга не имеем при этом вы претензий к щенку не имеете потому что только что его осматривали вид паспорте стоят даты осмотра вид врачом я защищена со всех сторон от вот таких вот покупателей которым потенциально может являться вот это вот в кавычках особо грамотная женщина которая строчит вот эти вот комментарии мы давным-давно от вас от всех защищены о чем вы люди это вы должны думать перед покупкой щенка о чем вчерашнее видео могу какими-то другими словами может не теми выражаюсь чтобы подоходчивее было на мой взгляд ответила на вопрос этой подписчицы если у других возникнут такого плана вопросы посмотрите это видео пишите комментарии сделаем еще что-нибудь на эту тему если она вам интересно или непонятно с подписчиками нашего канала не прощаемся сегодня празднуем день рождения тасяне и еще очень очень много интересных видео до новых встреч оставайтесь с нами